Всем привет, мои хорошие! Добрый день! Вы, как видите, у меня смена декораций. Но эту смену декораций я снимала в прошлом видео. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Вот. Ну и, как обещала я, сегодня буду наряжать ёлочку, буду наряжать комнату. В общем, у меня подготовка уже идёт к Новому году. Завтра ко мне в гости придёт внучка. И вот она увидит всё. Это огоньки включим. И, в общем, будем поднимать себе настроение. Я всё это делаю для поднятия настроения. Сейчас посмотрим, какие игрушечки у меня остались с прошлого года. Я в этом году не стала ничего покупать, потому что я помню, что у меня и в прошлом году были даже лишние. Что-то там даже не пригодилось. И сегодня я уже знаю, что у меня кое-какие лишние игрушки есть. Я не буду всё это цеплять. При том, что я же вот сменила декорации. Теперь уже как-то немножко будет всё по-другому. Ну, сейчас посмотрим, что у меня есть. Вот моя ёлочка. Вот так она выглядит в сложенном состоянии. Она у меня лежала вот тут в тубе. Спрятана была. Сейчас я её на ножки поставлю. Распушу, раскрою. И тогда уже буду наряжать. В двух коробках у меня всё аккуратно сложено. И вот сейчас давайте посмотрим, что у меня там в этих коробочках есть. Ну, вот это вот украшение, оно вешается на стеночку. Я его повешу. Дальше у меня две гирлянды. Но одна гирлянда у меня вот эта с чёрными проводами. Мне её некуда вешать. Наверное, вешать я её не буду, посмотрим. А вот эта вот с прозрачными проводами, я её повешу. Она включается в розетку. Что у меня здесь? Ну, вот это вот для ёлочки. Как раз под ёлочку я помню, что я положила. И это я, наверное, так и сделаю. Вот. Ну, а здесь у меня очень много всяких разных игрушек. А, я даже вот постелила, её перестелила. В общем, разные игрушечки. Ну, вот небольшие игрушечки на ёлочку. Как раз у меня маленькая ёлочка. Они туда пойдут. Серебряные вот такие, блестящие. Всё. Тут у меня дождь, мишура. И даже вот такая вот маленькая на батарейке. Но, наверное, батарейка уже села. Вот так. Это тоже определим. Здесь большие игрушки. Ну, это можно будет на стенку, наверное, повесить. Ещё немного мишура. И вот такая вот штука у меня тоже висела. На стене веночек такой с игрушечками. Или положу, но посмотрим. Так, мы эти игрушечки сейчас достанем. А вот это у меня украшение на окно. Вот на окно у меня остались как раз вот эти разные-разные украшения. Ну, хорошо. Так, это тоже на окно. Я их вот так вот лепила. И они у меня так хранились. Так, ну что, давайте начнём с чего-нибудь. В общем, буду отлеплять вот так. И как-нибудь понаприлеплю. О! Снеговик. Я помню, что-то я как-то вот так вот сделала. Всё лепится прекрасно, будет держаться. Повисит ещё в одну зиму. Ну, в общем, в таком же духе я буду вешать всё дальше. Потом вам покажу, что получится. Потому что у меня, я смотрю, освещение гуляет. Так, как на улице светлечит в комнате. И чтобы не портить кадры, я вам покажу после. Ну, в общем, как-то так вот я украсила окно. Звёздочки сейчас особо не видно. Потому что на улице темно. Вернее, светло. Ну, и тем более, что я всё равно очень часто закрываю жалюзи. Ну, в общем, украсила вот так. Я думаю, нормально. А вот так вот ёлочка выглядит в собранном состоянии. Вот так она на ножке. Я туда под низ подставила там полотенчика. И сейчас я вот низ украшу и повешу кое-какие игрушки. Ёлочка, она с проводочком, она горит. Очень симпатично. Я вот эту мишуру сложила несколько раз. И вот так вот я её хочу. Я её украсила. Ну вот, довольно-таки вот ничего. Сейчас поправлю ещё. Ниточки остались у меня ещё с прошлого года. И я повешу на ниточки немножечко игрушек сюда. Я люблю, когда игрушки разноцветные. Чтобы они были красивыми, смотрелись. Ну, я думаю, неплохо, если её зажечь. Ой, как красиво смотрится ёлочка. Красота. Не хватает на ней какого-то дождика, мишуры. Что-то такое. Что-то такое. Как-то надо будет сюда ещё добавить. Чего-то золотистого, такого блестящего, да? Вот так. Ну, я думаю, достаточно. Уже красиво, уже неплохо, да? Смотрите, какая звёздочка тут моргает. Всё моргает. А когда темно, вообще красиво. Ладно, поехали дальше. А дальше, девочки, у меня вот такая вот надпись с Новым Годом. Надо повесить её где-то вот здесь. Повыше, пониже, не знаю. На ниточке. Сейчас возьму ниточку и помешу. Так, ещё, девочки, у меня есть вот такие вот прищепочки, которые прицепляются, я думаю, сюда вот на эту декорацию как-то подцепить. Немножечко. Вот так, чтобы висели, да? Я думаю, неплохо будет. Для разнообразия. Как вы думаете? Я думаю, неплохо вообще так. Сейчас покажу, как это выглядеть будет. Отлично, надо поправить. Так, ну-ка посмотрим. Немножко, немножко не очень. Не туда смотрит. Не в ту сторону. Так, так лучше. Так, ну не знаю. Всё, не всё. Сюда ещё. Мне кажется, ничего. Я думаю, неплохо. Да? Как-нибудь. А вот этот виновь, я не знаю, раньше я в прошлом году его подвешивала. А в этом году я не хочу подвешивать. Я его вот так вот положу. И что-нибудь сюда ещё добавлю. А вот эта штука, я не помню. Я брала её, по-моему, в Фаберлик, или где я брала, не помню. О, она даже горит ещё. Ничего себе. Там такая маленькая батареечка внутри. Но её даже заменить, по-моему, невозможно. Хотя, может быть, это всё раскручивается, не знаю. Ну, такая вот лента. Я не знаю, куда её применить. Может, никуда не буду применять. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я выключила свет, чтобы посмотреть, как всё это моргает. Моргает красиво. Ну, гирлянду поверху сильно далеко я не понесла, потому что 3 метра всего. В общем, она у меня как-то и закончилась тут. Поэтому я не буду там. Пускай у меня этот уголок один сверкает. И всё. А там я украшать не буду. У меня там баннер симпатичный. Пусть так всё висит. Вот уголок украсила. Смотрится красиво, симпатично. И окошки тоже украсила. На улице снега нет. На улице вообще пасмурно. Как будто дождь собирается. Но такая вот у нас здесь зима. Ну, в общем, мне нравится. Всё довольно-таки симпатично. И потом убирать мне будет проще. Я не стала сегодня тут сильно так налепливать, как в прошлом году. А полдня потом убирала всё. Вот ещё, девочки, вспомнила про эту штуку. Повесила над входом в комнату. Вот с Новым годом такая вот симпатичная, блестящая штучка. И вот новый календарик я повесила уже на 2021 год. 21 год, 21 век. Вот. Декабрь. Январь. Десять дней отдыхаем. Вот. А в феврале, 23 февраля, красный день. Ну, в общем, вот так. Вот так. Всё, обновление сделала. Сейчас порядочек наведу в комнате. И буду получать удовольствие. Ну, вот и всё, мои хорошие девочки. Я всё нарядила. Я думаю, в общем-то, неплохо получилось. Но если что-то мне не понравится, или будет напрягать, я что-то изменю. Может быть, этот дождик как-то по-другому сделаю. Ну, пусть будет пока так. Всё ж веселее. Разные цвета. Я люблю, когда вот такая перемешка, разные цвета. Это, в общем, придаёт настроение, придаёт веселье. И вот такие лампочки разноцветные мигают. В общем, такая вот ёлочка у меня симпатичная. Ну, всё, у меня в душе уже Новый год, уже приближение праздника. Вот когда, знаете, перед Новым годом выходите куда-то в магазин, да, и заходите, а там уже так нарядно, всё красиво, и музыка весёлая такая какая-то играет. Предвкушение Нового года – это всегда лучше даже, чем сам Новый год. Потому что, знаете, перед Новым годом мы ходим, собираемся, мы что-то покупаем, мы готовимся к чему-то. И вот когда пробило 12 часов, ну, ещё салют вот посмотрели, сели, поели, и потом уже всё неинтересно, потому что всё уже закончилось. А самое интересное – это то, что перед Новым годом, самое интересное – это подготовка к празднику. Вот будем наслаждаться вот этими вот днями, которые у нас ещё остались до Нового года. И вот это вот предвкушение, вот эта подготовка, это пускай всё вам поднимает настроение. Кто ещё не нарядил, если у кого-то есть желание, не надо ждать прям приближения Нового года, а можно уже сейчас наряжать комнату и наслаждаться, и получать удовольствие, поднимать настроение себе и, в общем-то, своей семье вот этими декорациями новыми. В общем, кому, девочки, понравилось то, что я тут сделала, всё, что я изменила в комнате, пишите мне. Если у кого-то есть какие-то советы, может быть, что-то по-другому сделать, как-то поменять, пишите свои советы, я посмотрю. Если мне понравится, может быть, что-то ещё поменяю. Девочки, я решила сделать небольшие перемены, потому что вот этот дождик, который сиреневый, ну, как-то он слишком наляписто смотрел. Я оставила белый дождик, немножечко в углу сложила в левом игрушечки, чуть-чуть перевесила по-другому гирлянду, чтобы она с левой стороны тоже свисала, и она с правой стороны свисает, и с левой свисает. И так вот смотрится уже более-менее интересно, да? Вот. Ну, вот левый угол вот так вот я украсила. Как-то вот так вот. Справа ёлочка, а слева тут веночек и игрушечки. И вот так вот уже, я думаю, всё гораздо симпатичнее смотрится, да? Мне нравится, красиво, по-моему. Вот подушки, конечно, мне девать некуда. Ну, большие подушки я убрала, а вот эти разноцветные маленькие подушечки, пускай они тут стоят. И мне кажется, вот эта зелёная занавесочка, она как бы отгораживает этот угол. Получается, что вот такой вот уютненький уголочек. Как вы думаете, ребёнку понравится такой уголочек? Я думаю, понравится. Она будет там играться с игрушками, подушечки, куколки. В общем, здорово. Ну, а на этом я хочу своё коротенькое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Обязательно подпишитесь. У меня больше половины просмотров тех, кто не подписан. И, в общем-то, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok